например слишком сложный вопрос александр понял зададим его ивану иван да по герой опытом да могут законтрить в первой стадии что пикаешь вот с какой в каком с каким героем то можешь безвыходной ситуации когда то есть быть закон перри нам до марта не марта это вообще можно любую линию с не поискара ты берешь первым пиком и получаешь по рейшин ты думаешь но уже не получаешь кускаров сюда получается его отчаян всегда прав получается аппарат и законы главной джеки рост и секрет чеки рост контрите тем что им играют так что это бегает обомжён должен не быть совсем бомжонком он должен хоть что-то да получить деньги опыт хотя бы ну вот была какая-то стадия так ну где-то полгода брали его как на кэри или на хардлейнера собирали юл транквилы но его тогда было это был король да я тоже собственно играл мне очень нравилось но и сейчас нравится то есть пушишь себе ничем не отказываешь линии быстро то есть там любым дракус инициировал поднял кого-то даже с даггером способствовать и работала вот очень хороший рабочий герой можно спушить быстро закончить но опять же могут тебе один раз собственно объяснить что ты не прав и потом уже со своим джеки ростом ты будешь ездить как как нави стран кривом без его будешь ездить но сейчас тем более выиграет его уже жестко понять то есть ты особо и не и нападешь уже а подходить близко и вот тебе сразу против аппарата твоего первой фазы побежал себе баунти хантер здравствуйте погоди то есть если сейчас каун 9 проиграют я по дефолту стану неправ неудачно само собой ну ладно то есть вот такую то ответственность кладешь на плечи ребят из c9 и всего лишь выиграть lgd и тогда может быть декорыч будет прав со своим аппаратом аппарата в первой стадии но вообще гондор сквапой раз 11 его убьют эту игру но полезности в своей он не потеряет до будучи пятым левелом на ну какие он будет плюшечки на землю класть воронки воронки вортаксы единой воронки кстати вот воронка это вот спелл который достоин уважения если набираешь что-то более-менее кастующее кладешь воронки и кастуешь туда замедляют круто а у него что не спелл то сплошное уважение то воронка до 1 вот у дреда когда спрашивали какой должен быть идеальный герой в доте он говорил обязательно должен быть хауль желательно чтобы волки мне кажется вот если спросить у егора он бы сказал обязательно нужны воронки и желательно чтобы ульта на всю карту кидалась и не позволяла хилиться и на всю карту не позволяет хилиться прикинь как бафчик похож на хауль но не хауль и может быть этим вот более эффективный что на руне драться практический станк да ну вот можно заменить на айс пас и будет идеальный герой ну нет это что-то сильнее чем айс пас так а что сильнее извини не спелл и не ледяные ты не можешь брать ну ну хорошо я оставлю все как есть но вот воронка нет да ладно для героя вообще идеально не знаю где можно добавить москвы на 50 и атаку на 10 и дарк ритуал как уличаешь он не бегать на боли стройной у него будет всегда стройных вообще хороший герой да просто и ульта из зерба добивает каждого каста за него манку дает или спектры за одну и даре она с агонимом и разумеется и рефрешем мы отвлеклись от главного это я герокоптер здесь проблема проблема насущая кого же поставить в мидал тоже сможет постоять против вот этим самым баунти-хантером при том что еще и виверна может периодически подлетать и из чужого хайграунда вообще по замедлят плачевно для любого персонажа вот-вот что и виндрана не поставишь вот тут шейкер от шейкерец так как получается у них либо бх-харт либо шейкер скорее всего шейкер уже получается шейкер хард его представляешь представляю не в 2015 конечно да получается что аппарат когда у вас в пике это но смотри тускар в бане клокверка отжали на ком играть ротики шейкер сложно был бы там ты намекаешь на то что ротики не может на сложных героях лишь он может на всех отбежать очевидно но арбуз для него по привычной спирит я думаю может не знаю это мы это мы не узнаем до тех пор пока теперь это не добавят дот соревновательную на бруде он могу поиграть например мог бы но не мог бы тут она в бане просто так бы мог бы феникс феникс есть он играет на феникс периодически точно 3 смешка с разных углов просто все понятно вот это сейчас было интересно и нас овчина а теперь угадайте кто издал этот звук виндрэнджер издал этот звук ну что-то мне пик кладнайн нравится это я все вижу очень нравится вот чтобы все кроме аппарата аппарат кстати я люблю его потому что не мешает а вот и союзник а вот и последователь идеологии аппарата но обычно когда аппараты сами по одному бегут тут ему вообще не сладко будут ну да ну что это с героями есть рубик на привольте базу ли бежишь откинул врага из-за корр и всякие да много кстати я прорыве кажется этот и готов себе сказать что что заезжает заезжает к аппарат вообще вобрать он здесь крутой да и драк фишура все это брата и фиксация фиксация одномоментный тут смотри тут фиксация у фигура есть под аппарат а нужна фиксация чтобы он дал свои спалы воронку и воронку положил чтобы все скилы выкинулись и герой мирает любой вражеский прям телекинес и воронку закидывает его засасывает происходит так что же осталось тогда остался керри герой для лгд теперь и герой для лгд ну если руба не стали брать я точно говорю или хирурга 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 тут нет для тех кто не знает хирурга все таки вот у них вопа на кире пойдет рекимара пларочка в миде против артип стоит рубен уже так ну да не рубен все равно хорош надо брать герой хороший умеет ли если именно такие профессионалы рубена чтобы сказал человек дайте мне да есть конечно убью то в этой команде вот и 1437 если так выражаться он на рубике прям выражайся извините лучшенький лучшусик то есть во второго саппорта ты не веришь на в товарищ а вот и он нормально парень а давайте зачем будет под обогоняться сапогом анишка тяжелого молодцы прийти знаете что делать будем тяжелый сейчас придут мы сейчас не будем слова комментаторами продавать будем сами комментировать а давайте а давайте идея хорошая обойдутся заоуним им их и здесь в общем что сейчас может произойти вообще на изичах это игрокоптер огор аппарат этот тяжелый коридор с обратным все плохо типа да но нет но нет но типа да и на нужное новое локно если там все неудачно ему тяжело не но ходили раньше типа парад ценовой схватма типа да но типа не для начинается вторая начинается вторая карта и лжи д против шлауна и мы передаем слово нашим комментатором виталий роман давайте Даем, даем, даем. Спасибо, Иван, спасибо. Доброго времени суток всем еще раз. С вами по-прежнему Вилат и Каспер. И мы продолжаем смотреть Cloud9 против LGD. Да. Да, 1-0. Очередная 15-минутка? А что это за звуки сейчас были? Именно. А, это типа перебивка вот такая. Титр, 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 да, вон. Я ее не слышал просто никогда. Так вот, очередная 15-минутная игра. Я просто не смотрю наш, ты обычно буржуйский стресс. Ты думаешь, будет больше 15 минут? Нет, я думаю, что объективно эта игра закончится за 28 минут 30 секунд. Где-то так. Ну, может быть. 22 минуты. Нет, 28. Хорошо. 28. Я уже у Артура сегодня выиграл 7 евро. Мы вчера спорили с Артура на 7 евро. На тему? Он мне доказывал, что сегодня суббота, и что сегодня у нас на стриме будет 100 тысяч зрителей. Тогда, когда он будет в аналитике. И? И он проиграл 7 евро. Идеально. Я не знаю, почему мы спорили на 7 евро. Почему она на 7? Это было его предложение. Я не счел за джентльменским постом повышать. Это не? Нет. Точно нет. 7 евро. Это что, дорого? Это дороговато пивчик. Это где-то в Marina Bay Sands можно. Да, это где-то в Сингапуре. У нас тут таких нет. Ладно, в любом случае, Брак сыграет на Виндрэйнджера. С Виджи будет играть на Огрмаджай. 1437 будет играть на лучшем герое в доте. На Парижный Ритсус играет на товарища Гиррокаптюре. И МСС на Клокверке в сложную. Пошел, тут будут пытаться сейчас убить ММА. ММА знает, что это 0 вард. И знают ли ребята, что там вообще есть ММА? Вот это главный вопрос. А вот теперь знают. Да, теперь они знают. Не палится, а просветка. Это минус ММА. Да. Боже мой, как ему больно. Смотри, его просто избивают. Ну, это же Баунти Гюнтер. Это же герой. Собственно говоря, о команде LGD. Вы видели, как только что Баунти Хантер погиб. ММА Ротк стоит у нас в сложной на Шейкере. В миде Мэйби на Templar Assassin. В лесу пока у нас летает Виверночка в исполнении DDC. Ну и, естественно, Сайлар. Стоит на Queen of Pain. Да, ну что, мы начинаем вторую карту. Да, грубо говоря, по пику мне тоже кажется, что это будет последняя карта, но не совсем понятно. Я не совсем понимаю Огрмага в этой ситуации. Пик Cloud9 на 80% совпадает с пиком LGD. Вот оставшиеся 20% это... Это Огрмаг, да. Это Огрмаг. Это очень-очень-очень плохо. Ну, давай, я тебе расскажу, чем крут Огрмаг. Давай. Ну, нет... У него 8 армора. Все. Хорошо. 3 мэйби. И Огрмаг под тавер просто пойдет и убьет сейчас. Есть Центряк, есть Вижен. Да, еще и Баунтихантер тут встреет под этот Центряк. И под этот Даст в итоге замедление. Есть еще Станк, прям под вышку заходит за Баунтихантеровый пауэршот. Это минус. И смотри, Огрмаг идет дальше танкует. Потому что у него что? Правильно. Это 8 армора. Нет, 8 армора это типа норм. Нет, я не спорю то, что в этом плане он действительно неплох. Но если вот сейчас на стадии лейнинга не получится реализовать этого Огрмага, то что с ним делать дальше? Он ничего не сделает. Не знаю. Главное это на линиях. Да, мы... Я вот очень часто восхищался дабллейном сложный Слардар Огрмаг. Потому что этот дабллейн один слой, второй быстро догоняет, третий расстрелит, третий кей, еще два выстрела, третий кей. И это четвертая смерть команды LGD Gaming начинает за здравие, ребята, и за LGD. Прям за здравие. Так вот, когда эти два товарища лезут по тавр, первых там минут 5-6 игры, это выглядит устрашающе, потому что их убить практически не представляется возможным. Слардара бешеное количество, армора Огрмага, 8 Слардара, 7, по-моему. И когда они идут по тавр, ну им вообще ничего не угрожает. То в принципе, да, это очень крутые герои, если ты планируешь давить на линии как-то там вот прямо до конца. Ну, если на линиях ты там не зарабатывал огромное количество денег и преимущества, то, да, тогда... Ну, тогда получается все совсем грустненько, потому что бафать тут особо некого. Ну, типа Верка, у него фокус файр, если она с агонимом, у него всегда фокус файр. Герокоптер. Ну, у него, скажем прямо, проблемы с атакспидом редко бывают, если у него нормальные относительно слоты. У него сашияши там на атакспид. Может быть, какой-нибудь Бетерфляй потом появляется там с МКБ. Так что, ну, типа не самый крутой спелл на планете. Да, поэтому нужно овнить именно на стадии лейдинга. Пока что самые большие вопросы вызывают у меня Баунти Хантер. Так вот, Баунти Хантер нашел вражеский вард, съел его. Смотрим теперь тут наличие сентряков. Сентряков здесь нет, и здесь есть только Даст. Но Даст в этой ситуации не помогает. Шекер пошел проверять спауны, отводы у команды Cloud9 своими иллюзиями. И, да, и... Ну, видишь, что здесь нет, это просто стака, так что все нормально. Тут еще заблочил сейчас появление на третьей минуте, так что все... У Шекера на самом деле третий уровень. Ну, ты знаешь, кстати, и у Баунти Хантера тоже все неплохо, потому что второй левел у него есть, сейчас подрежет еще Клокверка здесь должен подрезать. Что это за звуки от Клокверка? Не знаю. Ранные звуки. Нападают вот на Клокверка, главное сейчас от него не отходить, просто чтобы Коги не растолкали здесь всех людей. Ну, Клокверк закрыл всех Клокверк, и таким образом получается у нас фраг. Ну, фраг на троих. Но это не важно, главное, что есть фраг, главное, что экспо получает ММА, и чуть-чуть... Вот он чуть-чуть, вот в этом фишка в том, что совсем чуть-чуть он получает, то есть он может просто по линии пробежаться мимо пачки крипов и получить действительно больше. Ну, первый фраг распечатали, скажем так, LGT Gaming побежал ММА на руну, и успеет он сюда раньше всех остальных и заберет, наверное, руну. Но просветка знает, что ММА здесь, и это минус ММА очередной раз. Очень четко действует в этом плане Cloud9. Вот, вот, смотри, тут действительно ребята не особо парятся на тему каких-то просветок, центряков, постоянно носят с собой. Я сразу вспоминаю игру команды Альянс против Никса, вообще не было ни центрей, ни дастов, вообще ничего. То есть во второй игре, когда вторую игру подряд против них взяли Никса, уже появились центряки. Но центряки какие-то абсолютно неадекватные, в каких-то непонятных локациях, без опсов, абсолютно. То есть, ну, Альянс против Инвиза вообще не играли. Здесь мы видим, что Клода не ленятся, и это похвально. Да, и еще даже есть один дастов апперенс у Громага, так что, в принципе, окей. Мы видим, что Апаришин плюс Гира имеют пять побед при пяти пиках на Франкфурт Мейджор. Пять из пяти! Интересно узнать, в каком проценте матча участвовал там еще Дарксир, потому что обычно неотъемлемой составляющей этой комбинации является именно ДС. Ну, да. Сами по себе герои, ну, такие себе. 3500 связка, как называет ее товарищ. Да, 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 именно она. Самая 3500 связочка невероятно крутая. Мэйби в миде имеет 21 на 2, да, Мэйби проигрывает мидлейн на 26 на 9 у Бракса. 34 на 12 очень хорошо Ритус формит. В общем, Клауд Найн начинают очень качественно. Ну, это как продолжат? Вот, что дальше? Пока мы видим все четко. Баночки пороились, Бракса вместе с СВГ, ну, и в миде можно постараться еще раз напасть на Мэйби. Вообще сейчас внизу могут попытаться напасть на 14-37, если все будет замечательно. Смотри, ждет Курьера ММА уже. Ну, вот он видит, что Кура полетела. Примерно понимает траекторию движения Курьера, поэтому стоит вот четко на месте, через которое будет пролетать Кура. Курицу и... Да, 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 и тычка из дженады, и еще один удар. И это минус Курица. Замечательно, правда, инвизи пока нет. Да, вот помигали, помигали сейчас на местоположении. Так, подождите, как может быть АА плюс Гира 5 побед, АА плюс Гира и ДС 2 игры 1 победа, там 5 из 5, то есть нужно... Ну, да, 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 вот не стакается. Не стакается, именно, именно. Если 100% винрейт, то 100% винрейт, так что где-то тут ошибочка. Ну, может быть, там до Дота выпендривается, или еще что-нибудь в этом духе. Да, да, я сегодня узнал, что окажется тех 24 ГПМа, это ошибка. ХПМа? ХПМа, это ошибка. А что там было? Там было 90. Блин, не, ну это много. Егор мне не поверил, и я полез на Дот-Доту проверять, и действительно оказалось, что это ошибка Дот-Доты. Да, там действительно была Enchantress и Bounty Hunter, действительно был 1.11 Bounty Hunter про ООО. Смайл, ну самое смешное, ты знаешь, что про эту игру вспомнил первый? Да, да, да. Даже без Дот-Доты. Артур, а знаешь почему? На Шейкере? Нет, потому что он играл против Смайла. Игры Жортман в той игре, это была игра RockSkiss против Вирпус Пром. То есть у нас вообще собралась самая звездная тусовка сейчас на аналитике. Да, у нас просто суперэлита, действительно. Да, совсем элита. То, что надо. 5-1, миди успокоилась, немножко игра, перестал двигаться по всем линиям Угрмаг. Возможно, вот сейчас ММА дает инфу, что Угрмаг заходит в спину, но ММА, и можно ловить Угрмага. Есть ТП, надо его подрезать, просветка, Сайлор здесь, надо прыгать, цеплять Угрмага. Да, так оно и есть. Санка, конечно, дает Угрмага, дает сделать ТП-аут, но не дают. Да, там еще и Ротка подтянулся с фиссурой, вообще все планы Угрмага поломал. Тут планировал хорошо так подразвести всех, улететь с телепорта, но не тут-то было. Ну, тут неудачный такой момент получился для SWG, потому что заходил он хорошо в спину Мэйби. Понятное дело, что Угрмаг против ТП-аут, это очень качественный герой, как бы, да, Игната забросил, и все окей, но парило ММА его передвижение, и, к сожалению, пришлось умирать, скажем так. 4-й левел Баунти Хантер более-менее неплох. Да, да, БХ пока относительно норм. Там видим, что на турнире только один раз было три из этих героев, 3 500 ММР. Связочка, очень качественная. Так, погоня, здесь ДДС отгоняет подальше от руны Регена, Мэйби, в итоге, заберет ее. Ну, Мэйби в итоге забирает, Бракс тут тоже непонятно, что еще забыл, не стоит ему тусоваться так далеко. Ну, вот Угрмаг чем хорош в этом плане? Тем, что Баунти Хантеру, ну, просто у него минус одна цель, потому что Угрмагу ничего не сделает, а сам он его шарахается просто как огня, так как у Огра просто статов больше, армора больше, ХП больше, Регена больше. Смотри на Крипста 30, на Гирокоптере 70 на 12. Очень хорошо разогнался у нас пиралет. Откуда? Я не знаю. Откуда у него столько хрипов? Лес, замес, стаки и так далее. У него на 9 минуте 70 на 12, и это очень хорошо. На 20 хрипов больше, чем у Квин оф Пейн, ну, это замес. Ну, это прям действительно нереально круто. И Бракс пока только обгоняет его по нетворцу, хотя вот сейчас Квапа мы видим, тоже тут добавилось. Ну, Квапа есть фраг, есть ассист. У Бракс вообще два фрага и два ассиста. Ну, Квапа у Сайлора появляется первый облимён стаф. Ну, естественно, будет Орхид. Орхид тут чем хорош? В принципе, всем он хорош. И против Верки, и против Паришина, Клокверка, Огрмага, против всех. Действительно крут. Еще Фиссурка от Ротко. И ММА подходит, поэтому МСС нужно быть поосторожнее. Если далеко пойдет, то его будут подрезать. Его убьют, его моментально вообще убьют. Там второй Сюрикен и Джинада. Ну, и ММА ждет позицию. Нет, улетает все-таки ММА на топа и на Т2 тавер. Здесь проблемы могут быть у Сайлора. Сайлора! Какая реакция? Ну, надо начинать, наверное, все-таки с Астана, с Файрбласта. Хоть и второго левела, но сначала бросать Игнайт, потом Файрбласт. Но это такая себе идея. Ну, и Сайлор очень четко делает блинкаут. Потрачено было абсолютно все. И надо здесь постараться, наверное, подрезать СВГ. Так она есть, СВГ, Уртимейт, до свидания. Вот, замечательно, замечательно. И Воронка не помогает тут никак. В два, кстати, Айс Вортекс скачен. Нет, ну это стандартная раскачка. Понимаешь, что от этого пользы больше всего. Под того же Огрмага можно нормально с Сандалией. Тут, кстати, на Бракса нападают. Еще замедленнее. Сейчас будет еще тычка из Джинады. Да, попадает тут же еще Queen of Pain. И Бракса умрет. Ну и вот начинает, начинает ЛЖД просыпаться понемножечку. Блин, да как же мне надоело, что у меня не работает этот Игрек. Твой Игрек, че у тебя не работает? Ну, ааа, я понял, 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 понял. Не, у меня все замечательно. Нажми Игрек, работаешь? Да, у меня все нормально. И Игрек работает? Да, да, да. Черт, у меня не работает. В смысле, а какой Игрек? Где Игрек? Ну, это Z, которая. Ну, Z, да, немецкий язык. Я нажимаю, у меня все пропадает. Черт, черт. У тебя, кстати, я смотрю, на Творкс просто не забинжен, походу. Потому что на всех есть... Да, он не забинжен, но в настройках он забинжен, понимаешь? Ну, ладно. Это какой-то глюк. Ладно, неважно. Если вы не в курсе... Нет, это неважно. Суть в том, что на немецкой клавиатуре, чтобы вы понимали, Z и Y поменены местами. А в чем логика? Я не знаю. Я не знаю. Вот тоже я не знаю. Вот у них так. И у них еще вот это есть возле клавиши L справа, O с двумя точечками и A с двумя точечками. Нет, ну это понятно. Да, это потому что эти две буквы есть в немецком языке. А почему Z и Y поменены местами? Ну, для меня это вопрос. Я был удивлен. Я думал, может, у меня кто-то в клавиатуре покопошился, а потом смотрел там везде на клавиатурах Z и G. Да, да, да. Я об этом знал раньше. Ну, это как-то непривычно. И поэтому у меня какой-то глюк с настройками. И поэтому у меня вот на Y не забинжено. И как-то оно не биндится. Но это не суть важно. Ну, это как на Mac'е, например, в украинском языке. Там тоже странные, короче, бинды. Да, да, там домашние. Долго привыкать надо, да. Так, в общем, у нас Cloud9, походу, получили неплохую оплеуху. Потому что они начинали, кажется, с 5.0. Сейчас уже там 5.4. И, по сути, пора что-то менять. А что ты поменяешь? То есть герокоптера твоего уже обогнала Клопа. Все. Актиничать надо прямо уже. Потому что он как бы барабаны там... Нет, барабаны он не собрал, к сожалению. Он вообще еще ничего не собрал. Он купил себе пояс, купил себе браслет, тапок и кольцо. То есть просто одевается. Герокоптер одевается. МСС, МСС, просто зонит сейчас. МСС намекает, что я здесь и я занят. Мастер зонинга. Ну, ладно. Зонинг-мастер, путалзин фиктив. У Bounty Hunter level 6. Вот, наконец-то. И это 12-ая минута, алоха. Вот, вот, алоха. Обрати внимание. А уже Y. Обрати внимание, Илья, я знаю, ты нас слушаешь. Хорошего тебе вечера, Илья. Вот, на 12-ой минуте ты приблизительно должен получать 6-ой левел. Желательно даже раньше. Не, ну, можно раньше, в теории. Можно раньше. Курьера можно убивать, можно на линии выбегать. Не, про Курьера забудьте. Что, ты помнишь в прошлый раз, как он Курьера убивал? Не, Курьера можно убивать, но только когда ты сам на него случайно наткнешься. Полезным вардом вот здесь, а не вот здесь, Илюша. Вот здесь не надо вард ставить. Ну, я помню, был вард вот тут, вот тут, сам баунти-хантер бегал постоянно вот здесь, а за первых минут 15 вообще ничего там не происходило. Да, если вы не знаете, о чем, посмотрите игру между аркейд и спортс и импайр в рамках Старладдера, первая игра быстрее на сфере. Блин, она такая офигенная, эта игра. Вкусно. Оружие Y. Оружие Y. Надо. Да, ну вот правильно подсказывает нам также Стармонт, что 8 побед за 11 в матчах баунти-хантера против Апаришина. Ну, просто потому, что он нажимает кнопку и убивает. Это понятно. Что сейчас сделал МСС, для меня не совсем понятно. Он просто взял хукшотнул в крипов. Нет, так там кто-то был. Ну, шекер стоял вот здесь, а вот здесь крипы, и он хукшотнул в крипов. Классно. Ну, бывает, бывает. Первый хукшот не получился. Да. Что, снизу будут ли пытаться убить Бракса? Ну, ММА может его, конечно, здесь подрезать. У Бракса просветки нету. Можно не бояться. Дать бы еще инфу, что он здесь, кто-то бы еще поможет. Ну, там Клопа рядышком. Вообще, если у Клопы есть Орхид. Нет, у Клопа еще нет Орхида. С Орхидом можно было бы напасть. И убить его вообще моментально эту Виндрейнджер. Она бы даже не успела понять, что с ней вообще произошло. С Орхидом Клопа вообще будет тут расстреливать Огого как сильно. Слушай, LGD-то уехали уже в 3 тысячи по деньгам внезапно и в 3 с половиной тысячи по XP. При том, что толком-то ничего не происходит. Так, а потому что тут аппарат бегает, ничего не фармит. Здесь Огрумак бегает. Ну, так, средненько. С ТАПКом. Ну, принес в себе очень много чего аппарат. И, соответственно, ну, ВРК пока на нижней линии. Вот, да, денежки зарабатывают. Там только гирокоптеры ВРК пока деньги зарабатывают. Остальные бомжи. У ребят с LGD ситуация немного поярче. Смоук от SVG-1437 и МСС. Откатился хукшот. Будут-таки убивать Шейкер, который сейчас активно пытается дофармить себе на Нагер. Но он, значит, просто убежит, потому что крипов нет. Все слишком далеко. И должен уходить. Нет, конечно, крипы же здесь. Тут еще четвертый герой прилетает. Что делает? Просто встречи делает. Он сейчас выйдет, но сейчас пойдет, его убьет. Спрятаться. Спрятаться. Да, он реально сейчас пойдет и убьет. А тут пацаны пошли Шейкера искать. В любом, где тут кто-то фармит. Да, они пытаются кого-то найти. Никого не могут сейчас найти. Бегает 1437 Смоуки. Говорит, тут Шейкер кастанул. Пацаны, мы что-то, типа, неправильно пошли. МСС говорит, блин, у меня хукшот отхудавнился. Я хочу его в соло убить. Шейкер говорит, лады, пора, наверное, петлять. Отсюда ничего не видит Ротикей на данный момент. Абсолютно ничего. Телепорт есть, надо вообще уходить. И палец, Ротикей. И все. А, боже мой, это провал, провалов. Потеря, потерь. Ракетка не в ту сторону. Его не видят. Да, помигали, 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 что там находится, если с одной стороны нет. Но это полный провал. Потому что в итоге попытки дофармить дагер, он в себе еще больше. Почему он не степешился? Да, парише, ну, почему он не степешился? Ну, вот два крипа зажал, все. Вот два крипа, это цена жизни Ротикей. У него манго было, мог бы схавать манго и степешиться. В чем проблема, не знаю. Ну, в итоге денег есть за счет того, что Тауэр упал. Сейчас еще Тауэр Сайлор заберет снизу. И, в принципе, будет уже деньги у него на блин, говорит Ротикей. Ну и шо, все равно мне деньги на блин есть. Пофиг вообще. Не, ну, кстати, будут, будут, все. Да, добежали крипчики, хлопа доберет здесь вышку. Да, никто сюда не подтягивается. Есть руна инвиза, и как раз Шейкер появится. И сразу такой, ха, блин! Да, Тауэр Дестроит, Шейкер покупает Блинк. За счет того, что тиммейты играют в доту, пока он там фидит, пытается выдумать что-то. Ну и шесть-пять в пользу Cloud9G2A, 17-ая минута игры. Но перефарм уже становится достаточно серьезным, потому что там пларка фармит эншентов. Там герокоптер ничем подобным не занимается, что весьма странно. А там есть, там есть эншенты, есть пару стаков. Спалили, что Мэйби здесь бьет эншентов, но понимают, что там уже все эншенты погибали, и сюда нет смысла идти. У Мэйби с такими темпами очень быстро появится Дезолятор, Сайлор. Сайлор уже жутко опасен, убивает он сейчас вообще без проблем, в принципе. Ну, а Паришина это понятно. Да, убивает его Гермага без проблем, ну, с Кокверком могут быть проблемы небольшие. Ну, все равно Сайлор сейчас жутко опасный. Так, что у нас тут у Сайлора? У Сайлора все замечательно. Да, все хорошо. У Рот все замечательно. Вообще у всех ребят из ЛЖД все замечательно. Ну, вот что делать Cloud9? Навязывать сейчас драку? Ну, уже, кажется, поздно. Дожидаться, пока Гирокоптер дособирает Сен-Жин-Яшу? Ну, окей, дособирает он Сен-Жин-Яшу. Что дальше? Здесь все время в лесу, ММА видит у нас СВИДЖИ, дает импул. Седьмой ловел ММА, и понемножечку собирает себе, мы видим, денежку на Миканзм. И рано или поздно у него эта денежка появится. Сами прекрасно понимаем. Ну, а дальше там Гардиан Грифс. Тут импуларка в Миде спалилась в инвизе. Ну, кстати, по вардам бегает ММА, надо быть им осторожным. Да, да. Но тоже Мэйби по вардам бегает. Ну, не видит этого. Этого полностью не видит. Вот тут стоит импуларка. Я не понял, как по мейковали. Ну, там она пробежала по уголку. Вот, вот, если ты нажмешь на Сентряк, вот, ладно. Ой, хорошо, ой, хорошо. МСС, Мэйби, проблемы огромные. Мэйби на развороте вперед. Мэйби до конца гибит ММА, тот же убивает. Отлично. Ответка от Клалдмайн, МСС, хорошо. И качественно влетает. Ну, вот, МСС, молодец. Естественно, молодец. Только где-то Верка умерла, снизу умерла Верка. Ну, тогда не очень все судьбы. Ну, вот, вот, вот этот уголок, по нему тампуларка пробегала. Нет, я просто в момент, когда она пробегала, у меня был включен Вишн от Клалдмайн, и ее не было видно. Нет, так где, ну, вот, где, 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 где. Вот, вот, Вишн. Нет, так она же в Смоуке, по-моему, была. Нет, она в Инвизе. А, в Инвизе. Она в Инвизе, да, поэтому тогда все нормально. Я сказал, что она в Смоуке была. Нет, 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 там у Валентихантера, тампуларка, там в Инвизе были. Тут изолятор появляется уже, тампуларасасин. Да, ну и девятнадцатая минута игры, у нас 8 на 7. Ну, и по-прежнему, несмотря на эти смерти, мы видим, график, ну, несмотря на эти смерти, он просто перестал расти, остановился на месте. Но вы сами понимаете, что дальше он будет падать вниз. Да, там сейчас в Крутом парке будет больше денег. Да, вот она приходит на Рошана, начинает его избивать. Пока, правда, по 3 фракшнам подтягивается еще и Queen of Pain. Много-много-много дэмэджа наносит сейчас LGD Форошину. Ну, вот узнал МСС, что на бьют Рошана ребята из LGD, будут ли идти сюда клоуда? Да, идут сразу в смоке. И, ну, нету здесь уже никого, понятное дело, на топе спокойненько фармить себе Виверну. Виверну мы в игре пока вообще не видели. Ну, что странно, потому что это вроде как не Апаришен, и это в драке нужно находиться. Видит МСС Ротикея, видит Мэйби, но понимаешь, что вряд ли туда стоит идти. Хотя идут, идут, Ридсу хочет подраться, МСС хочет лететь, но под Т-2 это уже слишком далеко. Хотя в одного Мэйби, в принципе, можно влетать. Очень далеко сейчас Сайлер, очень далеко все остальные, ну и Мэйби. Промахивается Клокверк. Ну, там Мэйби в последнюю секунду просто сделал шаг в сторону, и в итоге... Внезапно. Очень внезапно это было. Не, я на полном серьезе говорю, она стояла, 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 потом просто дернулась, и все. Ну что, 20 минут игры прошло. Ну, Форстап практически уже Эротикея, а 0-2-2 у него, и Мэй, мы видим, почти уже собрал Меканзм. Осталось немножечко там 600 голды на рецепт накалядовать. У Верки появляется Аганим, дают возможность LGD команде Cloud9 играть, то есть сами никуда не лезут. Пока мы не видели реализации толком Клопы, да вот на топе DC, проблема у него, прячется в Глимер, и говорит, сорян. Да, в это время Мэйбю добивает все-таки Рошана, плюс в миде сейчас будут нападать на Бракса, и... Да, ММА тут замахивается, замахивается, замахивается. Ну, Виндраан, Клопа, Дала Сайвенс и уходит. Да, что-то странное вообще происходит совсем. Ну, понял уже, наверное, Сайвер, что слишком далеко Бракса, и нет смысла его туда куда-то там дальше гнать. Под Т2 Тавром драка... Опять на Виверну сейчас будет нападать, но опять у Виверны есть Глимер. Поэтому опять непонятно, на что рассчитывает вообще Рицу. Ну, может быть, на то, что у него будет просветка у Гермага, которая действительно есть у Гермага, но Гермаг почему-то не хочет. Ой, Екань, что бороет здесь, мэйби. Утимейт аппарата останавливать кто-то будет, или куда полетел утимейт аппарата? Что это было вообще? Ну, аппарата убили просто, поэтому и остановился этот ульт, непонятно где. В итоге Темпларка даже Аэгис еще не потеряла, мэйби продолжает воевать, да, еще пару ударов успевает сделать, но его забирают. Там у Родки, не забываем, есть Блинк и Эхо Слэм. Так, смотрим, кого цепанут мэйби, пытается кого-то догнать. Там все под треками, вот эти мансы непонятные от команды Клауд Найн, они могут сейчас очень жестко пресекаться ЛГД. Ну, нет, нет, дают, дают уйти Клаудам, в итоге только разменяли Аэгис на Аэгис. А Эншентов хотели просто сильно забрать. Да, там намного больше денег, чем за какой-то праг на условном, не знаю, компакт-клокверке. Меньше рисков, банально, ты вроде как уже разогнал отсюда всех, и в итоге... Ого! Да, очень интересное приобретение от Клокверка. Мне было интересно, что он из этого шлема собирает. Я вообще подумал, что это, типа, армлет, но это Вейл. А к чему это Вейл? Я не знаю, но расчет на что? На то, что, типа, много магии? Ну, магии, типа, хватает пока. Но что делать, когда у противника появится БКБ? Потому что Клопа в процессе сборки. Темпларка может купить уже совсем-совсем скоро БКБ. Я думаю, что это будет хороший вариант для мэйби. Ну, да, магия, магия, магия. Все магия, и Клоквер, типа, будет больнее бить, и будет больнее бить Тегерокоптеры, будет больнее бить Оперейшн, будет больнее бить Верка. Все будут больнее бить, но... Вот просмотрим сейчас, например, от Темпларки. Ну, ее убьют, конечно. Ну, и отличный блинкаут. Ну, читерская Темпларка, ничего не скажешь. Раньше она так и делала. Потом это убрали, и потом опять вернули. Да. ММА видит движуху, понимает, что там только что был заюзан даст, поэтому он в кулдауне. МСС, МСС, ставит Коги, получает трек МСС. Очень медленно, и просто минус МСС. Рот пошел также убивать Бракса. Бракс под Орхидом тоже умирает. Замечательные два минуса. Только за МСС это еще голды дало, и вот с двоих мы видим это 1600 и минус 600. Смотри, Баунти Хантер просто 662 единицы золота. Ну, это же незаконно, ребят. Это слишком много денег. Ну, ДДС опять на самом деле. Опять убить Виверну. Ну, на этот раз-то убьют просветку, что есть. Ну, да, да, да. Запилили в ДДС. Он такой, со злости просто. Ну, что? Ну, хорошо, но убили Виверну, ну, окей. Вы вдвоем вышли с просветками убивать Виверну. Ребят, у вас база начинает гореть. Сейчас будет попытка сделать тап-аут, и если Рот сможет сбить этот самый телепорт, нет, не смог он сбить, хотя, блин, у него был, все, не было, но слепую он действовал. Из трех тысяч шестьсот четырех клоков за все время Вэлли в Дискорд покупали себе три. Три победили. Ну, есть мнение, что не в Вэлли там, возможно, было дело. Да, есть мнение, что МСС испортит сейчас эту статистику. Да, 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 да. 15-14 тысяч голды и 14 тысяч. Слишком легкая игра какая-то для LGD Gaming. Ну, и, скорее всего, нас в четвертьфинале ждет дерби, супер дерби, LGD ZDAC. Ну, и Альянс Cloud9 в лузерах. Ну, интересно. Нет, не интересно. Там, я боюсь, клоудов точно так же перед ногами вынесут. Кто? Вот эти ребята, которые сегодня четыре игры проиграли за 80 минут? Да, 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 те самые. Да, те самые. Те самые, те самые. Они просто возьмут более-менее внятные герои. Да, да, да. Ландруида. Фреона. Того самого. Был уже сегодня у них. Бэвил был, я видел. Не пошло. 25 минут игры прошло. Счет 9-10. Но это абсолютно не отображается на каком-то богатстве героев команды Cloud9. Ну, потому что больно. Им действительно. Виверны еще не было в драке. Это толком не разу. Вообще не было драки еще ни одной. Если уж на то пошло. Просто перепармливают и переубивают. И несмотря на то, что у Майя 1.4, у Виверны там 0.1. Ну, толку с этим. Да просто бомжи. У Cloud9 бомжи-супорты. Огрмак там 4.300, Клокверк 4.200, 1800 и Паришин. У Клокверка есть Вейла в Дискорде. А там у ребят, у красненьких, у героев, соответственно, вместо 4.5, 4.2, 8.400, 6.5 тысяч. То есть тут, конечно, соотношение, да, по количеству артефактов, по стоимости персонажа, оно просто невероятное. Да, но и Шейкер обходит на тысячу у Виндренджера. Это, наверное, плохо, я слышал. Уже этот Сайлор, это просто что-то непонятное абсолютно. Это аппарат, который погибает у нас. Нет, Сайлор, который блинкуется и начинает бить крипов, вот это что-то непонятное. Да, ну Сайлор уже спать хочет, он может уже кушает одной рукой. Ну, может быть устал. Кстати, между матчами я вышел тут из нашей комментаторской кабинки, и мимо меня проходил МСС с такой просто здоровенной тарелкой еды, просто огромнейшей тарелкой еды, где было много-много всего. Я думаю, блин, чувак, ты же играть идешь, что ты делаешь? Ну да, перед играми нехорошо много кушать. Да, ну это как-то понятно, но МССу, видимо, пофиг. Так, ну что, т2 тавр падает, это уже последняя т2 вышечка в игре, Шейкл. Кстати, если бы не блинканулся бы Мэйби, скорее всего, тар Шейкл бы его связал бы. И все было бы окей для команды Cloud9, но нет. Тут Сайлор такой байтит, вышел просто на приорок. Говорит, ну что, ребят, как у вас там на базе дела? Все свяжут с инвизным ММА, будет обидно. Ну и надо продолжать бить тавр Мэйби, это он и делает, у него тревела и ПТшечка одновременно. Мэйби получает кучу всего. Говорит, ладно, я ушел. И просто, блин, знаешь, насколько имба, что у него только что попала ракета, ульта Паришина, бил Тауэр, и он сделал блинкаут из-под этого всего. Ну это ненормально, конечно. Но, опять-таки, вот этот чит не особо-то вернул темпларку, да, на сервера. Не, ну потому что, вообще, нормальные темпларки, они всегда в цене. То есть, если зайти в папчик, ты попадаешься действительно с какой-то грамотной темпларкой, там в миде у нас нападение. Сайлор, вот он, Вайлов Дискор, по Сайлор, у Сайлор, у Сайлор, блин, боже, у него БКБ, что я буду делать? О, мой босс, ребята, Вайлов Дискор, убивай всех. Пофиг вообще. Вообще по барабану. Ну, на самом деле, да, то есть, на что был расчет с Ким Вейлом, не совсем понятно. Там, какой-нибудь, не знаю, Форстаф, вот что-то такое, было бы намного болезней. Да, понятное дело, собирай сразу в Аганим, ну ладно, нет денег собирай в Форстаф, хоть что-то будет, едешь, можешь от кого-то отпрыгнуть, от темпларки кого-то. Ну, Блэйд Мэйл, Блэйл вообще замечательный. Блэйд Мэйл, в конце концов, да, по темпларку разок саданет себя, мало не покажет. Там, конечно, да, там есть все эти Блэкинг-бары, но это все равно более юзабельно, чем Вейл, потому что Вейл, ты его нажал, и все, если он не сработал, то он не дает тебе почти ничего. Ну, хотя, там 6 брони, вроде бы, есть. 6 урона, кстати, очень интересный атрибут, 6 демч. Кстати, да, и плюс 6 ко всему три бута на секунду. И Кокверк бегает, 87, плюс 6, бааа. Просто плюс 6 ко всему дает, 6 хп, 6 формул, 6 демч. Шейкер ультранул, да, да, ультранул Шейкер Бракса, Бракс, кстати, здесь выживет, связан, нет, ну почти выживет, Ротикей, проблема у Ротикей, Ротикей погибает, МСС к Сайверце пошел. Вот она курсава МСС, а Сайвер избивает его, сбирает Сайвер, это 2-2 размин. Сайверу очень больно, но он уходит отсюда, тут Мэйби запрятан. То есть, да, ну там Ларка тут может сейчас в БНК залететь и убить всех. Она видит опорешенную здесь, вообще она, стычки его нормально может сейчас щелкнуть, но решила не рисковать. Да, и 2-2, слушай, хорошая драка для Клауд Найн, то, что забрали Шейкера, который врывался в ВР-ку и Виверну, это, в принципе, неплохо. Ну, это просто потому, что безалаберно сейчас действовали ЛГД, там, где-то на кого-то напали, кто-то начал убить, вообще ничего не было. И понятное дело, что Клауда под своей базой должны были более выгодно разменяться. Ну, в итоге 2-2 для них действительно более выгодно. Смотрю на Баунти Хантера, у него просто все было только что заюзно. Да, Баунти Хантер приобретает себе Блинк Даггер, решил здесь ММА быть более мобильным. Видимо, это нужно на данный момент команде ЛГД Гейминг. Ну, и через минуту появится Рошан, заберут его, понятное дело, ЛГД. Не пустят они Клаудовской, все, и сюда. Ой, не попадает, Ротики, буквально там пикселем прыгает сюда, еще дальше пытается найти Ритсу, но нет уже здесь гирокоптера, нету, ММА где-то закончился. Шекер на самом деле такой очень шустрый получается, с Юлом, с Транквилами, то есть это 130 мувспида бонусных, если Транквилы не поломные. Слушай, что это такое? Смотри, у нас смерть ММА, просто валяется Даст. Просто Даст лежит, ну да. Просто кто-то выложит. Знаешь, Айсайсайс так часто любит, когда люди от него тп-аут делают или что-то типа того, он просто выкладывает шмотку. Ну да, это я помню, байтит, да, и он уже здесь на турнире это делал, и причем, по-моему, не успел забрать эту шмотку. Да, он действительно хэграунд положил, то ли тапк, то ли что-то, и не успел забрать. Было дело вчера в одном из матчей. Так, ну вот Блинк также появляется у ВРки, но ВРка пока из себя представляет... Сейчас ВРку убьют, скорее всего, на турнире. Достаточно малую стилу, ой, как неудобно. Ну, вот так вот курса, и уйди, как же больно, а? Мэйби БКБ зачем включил, наверное, случайно, что ли, да, походу да, случайно. Что, ну, вряд ли это был продуманный какой-то клик по БКБ. ЕС-Юлл, 75% винрейт, сильно. Ну, это просто говорит о том, что ЕС уже с жиру бесятся, ему собирать нечего, и пугает вон ЕС-Юлл. Гонимы какие-то, и так далее. Слушай, ВРке-то не будет 40 секунд, и действительно могут... Зайти уже и на хайграунд, как бы, LGD Gaming. Ввиду Тани, ни много, ни мало, там, 18 тысяч голды и 17 тысяч экспы. И почему бы на этот хайграунд не забыли, боже, настолько безидейно играет на Cloud9. Вот так же, как вчера было в матче в ВП Ньюби. Вот просто, вот, ну, с первой по последнюю секунду каждой карты просто безидейно. С момента пика до момента надписи ГГ, вот, вообще нет шансов. Ты не понимаешь вообще, что хотят игроки, вот, какая у них общая задумка, да, план на игру, вот, в чем, действительно, идея заключается. Идея в том, что гирокоптер расфармится, всех убьет, хорошо, так пусть он фармит и действительно пытается всех поубивать. Где у него хорошие артефакты, вот, давай, на 2,5 тысячи что-то купишь? Ну, не знаю. Как видим там, ну, а ну, Димон Эш, ну, тогда, в принципе, норм. Ну, знаешь, все-таки чувствуется разница между командами, которые инвайтнуты на этом турнире, командами, которые попали напрямую. У нас, получается, все команды, там, подожди, одна неинвайтнутая команда у нас отобралась плей-офф в Томин Эске. Это гиперсенсация, 8 было инвайтов, да? А кто из инвайтнутых не отобрался? Давай подумаем. Сейчас я включу табличку, чтобы было лучше видно. Так, сейчас, погоди. Допустим, смотрим плей-офф. В плей-оффе у нас уже ЕГ, Вега, инвайты, ВИЧ, ВП, инвайты, Сикрет, Сидек. Инвайты, ну, и Минески, не инвайт. Но сейчас будет LGD, это тоже инвайт. А кто был восьмым инвайтом, который не отобрался? Ньюби? Нет, Ньюби не были инвайтом. Ньюби выиграли вместе с IG квалификацию, и в итоге Ньюби не были. Натик, OG. Нет, не IG. IG у нас тоже выиграли квалификацию. Кто у нас был инвайтом прямым? Натик выиграли и азиатскую квалу, OG Альянс европейскую квалу. Зафигня. Вот не хватает в этом списке. Врыв, врыв, проблемы. Армазец. У-у-у-у-у-у-у, слушай, там нашила баунти хантра-то, и он погибает. Ну, вот и неплохая драка-драка продолжается. Да, это Ихо, это Ихо, действительно, да. Убивает нас СВГ. И кучу, Эгерша прибежал отрезали. Бракса, кстати, на Бракса, может, стоит... Нет, не хотят на Бракса уже нападать дальше. Потому что рядом где-то есть гирокоптеры, и об этом все знают. Вот он, гирокоптер, может прийти, в принципе, в драку. Да, ну и гирокоптер, затаившийся вертолет. Супер затаившийся вертолет. В кустах, знаешь, такой спрятанный вертолет, ждет своего часа. Ну что же, Мэйби. Кстати, по поводу Ихоума, после матча Ихс Минески, вот, ой-ой-ой, связали Мэйби. Сейчас продолжим, но тут есть защитнички. Да, у меня гида есть, и вообще никак нельзя. Так вот, прям возле выхода из нашей комментаторской, прям кабинка, где тренировочная Ихоум, и возле них кабинка тренировочная Вичи. И я просто выхожу, после матча Ихоума Минески, смотрю, выходит Айс 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 из своей кабинки, открывает дверь в кабинку Ихоум, где сидит Ланэм, держится за головой, Айс 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 просто на него пальцами начинает ржать. И это миссия просто хамерически. Но это настолько смотрится, ну, то есть Айс 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 стандартно, Айс 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 в шлепках вот этих, на босую ногу. Ну да, да, да. И просто пальцем тыкает и заливается просто с Ихоумом, которые проиграли в Минески. Ну, это норм. Ну, это, понятно, дело, это дружеский троллинг. Айс 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 Ланэм, люди, которые играли вместе, знают друг друга хорошо. Но в любом случае, это довольно весело. Тем более, я уже не один раз в эфире говорил, что Ихоум и Витчи это дружественные организации. Ну что, хайграунд, в конце концов, уже не знаем о чем рассказывать вам. Вот пошел у нас... Шейкл, да, на... Ой-ой-ой, шейкл крутой. Не, ну это все не важно, потому что ты посмотри, какой дэмэдж, какой дэмэдж вейл оф дискорд. Фантастика, мэйби, почти полно. Боже мой, боже мой. 1200 хп после прокаста и нажатой мейки. Как же этот вейл решать. Смотри, 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 уже прошел кулдаун. Сейчас будет еще один вейл оф дискорд. И смотрим, смотрим, Клокверк. Какой хукшот! Да, детка. Ну хоть гирокоптера убей своего и сделать что-то полезное. Боже МСС, боже, боже, МСС. Это, блин, ты профессиональный игрок, ну виднее. Он хотел на МСС шотом. Да ну какое, ну какое беднее, ну блин. Он хотел промахнуться шотом, ты ничего не понимаешь. Ну четыре, байбеки, байбеки, идет Клокверк. Клокверк, я смотрю, Клокверк, давай. Давай, МСС, давай, братюня, давай. Давай, пошел, хорош, вейл. Шейкл прыгает, бракса. Давай, МСС, кокки поставил, никто не ударил. И еще вейл, опять вейл. Они же сейчас все умрут, да? Банжи мой. ЛГД становится восьмой командой в плей-оффе. Именно ЛГД сыграет против ZDEC в единственном китайском четвертьфинале. Сикрет, Минески, ЕГЭ против Веги и Вичи Гейминг против Виртус Про. Я просто в шоке. От чего? Ну от профессионализма. Это... Ну продолжи, продолжи. Мне интересно дослушать. Вице-чимпиона, и американская квалификация. Вице-чимпиона. Я... Вице-чимпиона. Вице-чимпиона.